Я молодость так часто вспоминаю и в мыслях что-то там меняю. Так хочется порой вернуть то время, а то лежит на мне, как бремя. Тогда манила грех, свобода, брала свою греховную природу, а этот грех лишал покоя. Но все сдавались этому греху без боя. Когда мы молодые были, неправильно, конечно, жили. И нам говорили все про Бога, но не вела к Нему дорога. Сейчас, когда уже седой, я называю жизнь борьбой. Сражаться надо. И есть одна дорога. Судьба, я понял, что от Бога. В то время правил царь Давид. Я думал, да Бог за все простит. Мы с царскими детьми дружили, в дом к ним даже заходили. Общался я с Ависоломом, с Фомарей сестрой, да со всех их домом. Еще был старший сын Амнон. Меня с ним свел Ависолом. Один отец, другая мама. В семье у них сплошная драма. Он сводный брат. И был заносчив. Не очень с нами разговорчив. Чего хотел, того он добивался. Как будто Бога не боялся. Зло безнаказанно творил. Кто б, чтоб ему не говорил. К трагедии все это привело. С Фомарей сестрой он сделал зло. Не буду говорить, что совершил. Амнон мне по секрету рассказал. Ависолом. На брата он обиду затаил. Фомарь сестру свою любил. Прошло два года. Мы расстались с Ависоломом. Не общались. Фомарь я, к сожалению, не видел. Амнон ее возненавидел. Настало время встречи овец. Ависолом сказал царю отец. Ты отпусти Авнона в гости к нам. На праздник веселиться будем там. Никто не думал, не гадал, какой Давида ждал удар. Убит на празднике Авнон так захотел Ависолом. Убийством за сестру он заплатил. Амнона брата не простил. Два года в нем жила обида. Убил он первенца Давида. За грех Амнон жестоко расплатился. А Ависолом нисколько не смутился. Отец его не сильно наказал. Отзора царского лишь только отослал. Я много думал про Амнона. И защищал Ависолома. Ну, за сестру он посчитал. За старшим братом разобрался. Ависолом уехал в Сирию пожить. Давид не смог его простить. Лишен был царского анзора. Вот потому уехал от позора. Ну, красивый был. Лицом и телом. Но не был занят добрым делом. Он волосами так гордился. Он гордился волосами и наслаждался голосами, которые его хвалили. Ну, и хорошие лишь говорили. Он внешностью своей гордился. Так на одну жизнь не опустился. Раз в год он стриг волосы свои. Потом ложил их на весы. А зачем такая показуха, когда в душе царит разруха? Завел себе он колесницей. Любили его все девицы. Охрану нанял и так жил. А в дом к отцу не заходил. Такое было наказание. Его терзало ожидание. Когда Давид меня простит и к себе на ужин пригласит. Сармедлил. А он злился. На всех друзей царя сердился. Он даже поле там кому-то сжег. Соседская дружба пренебрег. Ходил он на дорогу очень рано. Казался добрым, без обмана. Здоровался со всеми. И добра желал. И разговор потом вступал. Вот если б я людей судил, Такое каждому он говорил. То мой бы суд понравился бы всем. У вас бы не было проблем. Он делал это много дней. Склонял на стороны людей. А я никак не мог понять, Что хочет власть в стране он взять. Зачем идешь против отца? Зачем тебе людей сердца? Так поступают только бунтари. А весолом ты сам себе не ври. Тебе Бог внешность подарил. А ты его благодарил? Зачем идешь против отца? Лишить собстарского венца? Я эти мысли в голове крутил. Ответа все не находил. Но раньше ведь мы с ним дружили. А нашу дружбу позабыли. Да все мы восхищались. Как больно, что мы ошибались. Как можно было все предать, забыть И дружбу юности убить? А дальше что? Бунт против царя? А такое делать никому нельзя. На царство ставит только и Егова. За ним последнее ведь слово. Давид узнал, что сын восстал. Друзей и жен своих собрал. Сказал, не буду воевать. А как тебя, Давид, понять? А Весолом подумал, повезло. И делает в стране большое зло. Отца он ложи осквернил, Когда к наложницам сходил. А Весолома власть пьянила. Всю внутренность его открыла. Решил с отцом он воевать, Чтоб власть свою не упускать. В стране все было неспокойно. Вести себя надо достойно. Семей, сын Геры, Оскорблял царя. Такое дело он, конечно, зря. Ахитофел советы раздавал. О, его советы каждый знал. А Весолома он учил, Чтобы Давида победил. Народ в стране весь поделился. А Весолом за власть сцепился. Я понял, Что войны не избежать. С отцом сын будет. Воевать. Всеверные Давида кружали, Мечи и копья заостряли. А те, кто был с Овесоломом, Гордились только его словом. О Весолома он не слушал, Гулял и пил, и вкусно кушал. Он думал, что придет победа. Я большего не слышал бреда. Кто против Бога выступает, Тот никогда не побеждает. Овесолом, пожалуйста, отничь. С отцом ты лучше примирись. Собрался, воевать с отцом. Давид был таким бойцом. Умело он прощой управлялся. Да потому что занимался. Коня на битву снаряжают. Они, как мол, не убегают. А ты решил на муле воевать. Тебя не может защищать. Ну, случился бой. Овесолом был рядом. На все смотрел потушен взглядом. Сдруг сдрогнул, мол, и убежал. Такого командир не ожидал. За дуб он зацепился волосами. Висел на ветке, скрижетал зубами. Ну, ты ж прическою гордился. Чего хотел, того добился. Сыграли жилую шутку волоса. Такие он услышал голоса. Висел на ветках над землею. Позволил издеваться над собой. Давид сказал его не убивать. Перед ним живым должен предстать. Но не послушались, убили. Царя об этом возвестили. Я думал, его жгла обида. А как понять реакцию Давида? Он горько плакал и переживал. Овесолома сыном называл. О, сын мой, сын, Овесолом, ты смехом наполнял мой дом. Хочу я умереть вместо тебя. О, сын мой, я люблю тебя. Давид любил Овесолома. Известие о смерти громче грома. Нет ноши в жизни тяжелее, чем хоронить своих детей. Овесолому Бог все дал и красотой не обделял. От темени до подошвы ног был совершен. Ну, так сделал Бог. Ты за убийство брата не ответил. Себя на царство сам наметил. И думал, все, мне повезло. И продолжал ты делать зло. Пожал бунт, посеял бунт, пожал презрение. И царство получил ты на мгновение. Бог поругаем просто. Не бывает. Такое каждый теперь знает. Ты волосами гордился, прическу делал, ну, сердился. К войне ты был просто не готов. А мул он родственник ослов. Кобылу с осликом скрестили, так мула люди получили. А Бог мула словом не творил. Этих животных человек скрестил. Мул под тобой убежал. Такого ты не ожидал. Он убежал, а ты остался. И как воин даже не сражался. С тех пор минуло времени немало. Кого-то смерть уже забрало. Ну, хочу я подвести итог. Ну, пусть поможет в этом Бог. А вы, Солома, люди, вспоминайте. Против отцов не выступайте. Дана тебе от Бога красота. Пусть твоя жизнь будет чиста. Распорядись твоей красотой. Красивым голосом ты Богу пой. Красиво можешь говорить. Ты должен этим Бога чтить. Красивым телом не гордись. И красотою не делись. Всевышний наградил тебя лицом. Гордись всегда своим творцом. Ты не ложи честь на весы. А лучше скромность пригласи. Толпу не надо развлекать. Так можно только проиграть. Всевышний наградил вас волосами. Красивыми и стройными ногами. Ты одному должна принадлежать. Другим себя не отдавать. Духа Весолома в девушках живет. Они мечтают ночью напролет. О чем? Да чтоб хвалили и комплименты говорили. Но главный бич сегодня мужики. Живут они природой вопреки. Уж очень любят одеваться. Собой не прочь полюбоваться. И в зале любят заниматься. Побольше чтоб потом отжаться. А кто за семью будет сражаться? За церковь Божью подвязаться? Ты уважай отца и мать. Учи семью ты защищать. И этому учи детей своих. Чтоб говорили доброе о них. Уже и мужики носят лосины. И выброшат как балерины. Используют косметику во всем. Ну, современный. Правильно. Прямо Весолом. Враг сатана будет шептать. Ты должен женственнее стать. Заставить шортыки надеть. Мужики, противно ли это? Личи зрители. А почему Весолом нас побеждает? Идти нас против Бога заставляет? Ответственность мы просто не берем. В бою мы точно подведем. Вы, мужики, решайте сами. Скорее становитесь вы отцами. Война давно уже идет. И слабый муж на ней падет. За церковь, за семью надо сражаться. А мы хотим без боя сдаться. Где и когда мы не туда свернули? Призвание мужиков перечеркнули. Быть может, хватит любоваться. Пора нам всем уже подняться. Бог обязательно на всех проверит. И каждому свое отмерит. Готовься лучше к встрече с ним. В небесный, чтобы войти в Иерусалим. Бог взвесит на весах всю жизнь твою. И если не был ты в бою, весы покажет ровно ноль. Играть закончен свою роль. А я скажу, мы можем измениться. Пора на землю опуститься. Изгоним духа Весолома. И мужиками будем дома. Аминь. Аминь.